Здание, в котором располагается Центр амбулаторной онкологической помощи, не требовало капитального ремонта. Оттого и фронт работ не такой масштабный. Замена окон, покраска стен в коридорах и палатах. С заданием рабочая группа справилась оперативно. В срок закончила работы. Результат стараний. С сентября этого года успели оценить больше ста пациентов. Начинается, как в театре, с гардероба. Хорошо приняли, сразу всё объяснили, что надо, где раздеваемся, где проходим, куда проходим. Приветливо встретила медсестра. Даже вот в первый день я отметила, что здесь очень чисто, аккуратно. Я ещё удивилась, что у нас есть такие дневные стационары, что так чисто. В дневной стационар поступают пациенты по направлению забластного онкологического диспансера. Центр амбулаторной помощи рассчитан на 24 койки. Сейчас все они заняты. Врачи трудятся в две смены. Это говорит о востребованности медицинской помощи, которую оказывают на площадке центра. Сам он состоит из нескольких подразделений. В поликлинике на Камышинской 41, это в 500 метрах здесь, там проводится всё обследование пациентов с подозрением и с онкологическим уже заболеванием. Но забор крови мы организовали здесь, тоже для удобства пациентов. Лечение они получают здесь. Для этого есть все соответствующие препараты и медикаменты. Об этом сообщили главе региона. Алексей Русских лично проверил условия для оказания помощи пациентам. Курс необходимой терапии доступен и для горожан, и для жителей сёл области. На данный момент в Центре амбулаторной помощи наблюдается 19 пациентов из последней категории. В будущем для их удобства организуют специальный транспорт, чтобы дорога переносилась легче.